Март Лайф. Урбанистика. Вы хотите хорошей урбанины? Отличной от того, что делает Илья Варламов? Смотрите, у нас для вас сюжеты, связанные с урбанистикой Риги и других городов, друзья. Смотрите только у нас на Март Лайф. Настоящая, не варламовская радуга. Переходите с канала Илюши на Март Лайф. Здесь вы не увидите того разврата и грязи, что есть у Илюши. Потому что Март Лайф это традиционные ценности, друзья. Итак, цикл урбанистики Март Лайф. Подземные переходы. Это история о том, почему нет в Риге метро, но есть десяток тоннельных переходов. Мы стоим сейчас на набережной 11 ноября и рассказываем о том, почему Рига не получила, например, финансирование со стороны Советского Союза, которое давалось бесплатно на линию метро, которая пролегала бы от современного посольства США в районе Шампетери, в районе Спицы до Юглы. Друзья, итак, рижские тоннели. Спускаемся под землю. Погнали! Один из самых, наверное, благопристойных рижских тоннелей. Прошло, наверное, 10 лет со времен его ремонта. Но, вот видите, везде оборудованы для инвалидов устройства, где может подняться колясочник и спуститься. Соответственно, тоже довольно много людей. И этот тоннель один из самых старых в Риге. Очень важный, потому что он соединяет набережную и старый город. Вообще, конечно, бы лучше у нас были тоннели, но вместо них вот эти небольшие. Тоннель самый, наверное, народный подземный переход в Риге, потому что здесь с этой стороны, как вы видите, рижский рынок. И здесь собираются люди, которые садятся на общественный транспорт. Здесь кого только нет. Здесь есть очень много пакистанцев и индийцев. Здесь постоянно на скамеечках сидят сильно пьющие, скажем так, корректно, скажем, колерантно. Но в то же время, видите, инвалиды могут подняться по этой. Весь вокзал перерыт, вокзал перекопом. Тут же люди едят, шаурмишку тут рядом, тут магазин, можно купить дешевое пиво. Тут автобус едет, 22-й, из аэропорта. И люди, если выходят здесь, люди удивляются. Вот это место, это локация на улице Гоголя, которая собирается переименовать. То ли Яниса Розенталса, то ли Мирдзукемпе, то ли Вилхельмс Урвитис. Это в рамках декоммунизации у нас, понимаете, у нас происходит как на Украине. Героям слава. Улица русского писателя Гоголя, ее собираются... И малорусского, русского и малорусского, российского. Ее собираются переименовать. Вот вокзальные знаменитые часы. И зайдем, посмотрим, что там есть в этом туннеле. Нормальный туннель, нормальный переходик. Построенный тоже теми, кого следовало бы декоммунизировать. Абсолютный Советский Союз. Видите, вот его тоже ремонтировали, камеры видеонаблюдения. Количество преступлений резко пошло на спад. Здесь вот, ну опять же, все перерыто. Бабулечка нищая, которая профессиональная. Вот тут же ломбардики. В общем, вот так вот и живем. Хороший туннель. Хороший. Нужный. Потому что иначе никак не попасть на базар, а через какое-то время и... Оживленных улиц Иги, Лачплеша. То есть был такой герой Лачплесис, придуманный царским, имперским офицером Андреем Пупуром. Который отключился, кстати говоря, в иаюе за царя-батюшку против босурманов. Под шипкой, по-моему. Ну вот, Андрей Пупур придумал Лачплесиса и, собственно, он стал народным героем Латвии и вот как-то вот так. Mercedes-Benz салон довольно известный. Смотрите, здесь можно купить. Во-принципе, можно и Maybach купить. Но мы не об этом. Мы о самом узком туннеле Риги. Вот этот туннель под Лачплесисским мостом, построенный, наверное, в 75-м году, когда был построен вот этот мост и вот эти развилки. И вот это вот все. Ни разу не ремонтировался с тех пор. Ни разу. Тем он и уникален. Суки! Что же вы творите? Твари. Меняют дорожное покрытие. Придется как-то идти в обход. Ну а что делать еще? Шел в обход, потому что кратчайший путь между двумя точек. Это прямая. Заходим в этот туннель и смотрите, какие здесь чудесные советские блики. Какая славная наскальная живопись. Смотрите. Иначе пешеходам никак не пройти. Большая часть плитки, конечно, сколота. Вот. Но мне еще повезло, что я прошел. Unfortunately, close it. Yes. Сюда мы пришла и ушла. Вот так вот выглядит самый узкий. Его можно назвать, наверное, венецианским проход. Туннель, построенный советскими туннеля строителями. А вот этот туннель находится здесь же, около Лачкинисского бывшего Горьковского моста. Он сравнительно недавно, видите, даже шляпки болтов блестят. Совсем недавно, то есть буквально несколько месяцев назад он был открыт. И он полностью оборудован. Стоило это туннель строительства бюджету города что-то за 6 миллионов. Притом, что делали просто реновацию. Видите, плиточку положили, перила железная. Вот. Уже теги появились. Здесь, ну, в принципе, ничего не сделали, кроме вот этих велосипедных пандусов. На этот мост еще жалуются, что здесь несколько слепых зон у камер видеонаблюдения. Ну, вот такой вот хороший мост. Хороший туннель, который действительно сделан, сделан. Мэра Стакиса ругает, что дороги худшие в Европе. И это действительно так. Но он делает туннели, друзья. Он не просто такой. Еще он делает клумбы. Так что мэр у нас очень эффективный. Он принадлежал к либеральному объединению. Назывался развитию. Но, собственно, сделал велодорожки. Проделал то, что делал раньше мэр Ушаков. Пускай от пузырики. И клумбы. Клумбы в городе. Вот, собственно, всем, чем запомнился мэр Стакис. Вот. А мы сейчас уже на московском форштате. Это красивое место. Такое историческое. Здесь всегда селились купцы. Ну, нам на встречу идут не купцы, конечно. В той стороне центр города, вокзал. И мы едем туда. Это улица 13 января. Шведский Стокман. И центр Риги практически. Вот там находится разрушенный Титаник. И рижский центральный рынок. Вы также видите шпиль. Академия наук Сталинского знаменитого здания. Так что локация очень популярна. И вот, собственно, еще один тоннель. В Риге не построили метро, но подземными переходами перерыли всю Ригу как кротовыми норами. Стоит сказать, что бомбоубежищ в Латвии нет. Потому что рыночек пришел так, что это будут коммерческие склады, помещения там и так далее. То есть все же мы живем в мирное время. К ядерной войне, наверное, все-таки мы не готовимся. Несмотря на паранойю некоторую. Вот. Посмотрим, что там есть. Вот, как видите, звучит фолк красивый. И здесь еще немножечко остались торговые помещения. Граффити, в принципе, самые, наверное, лучшие, которые здесь есть. Женщина, которая приятеля к себе. Которая тоже встретила знакомого. Такой спокойный, тихий туннель. Построенный тоже в незапамятные времена. Видите? Все коммерсанты ушли, но лотерея осталась. Потому что можно выиграть миллион. Ну, в общем, конечно, без метро Латвия осталась таким провинциальным городом. Маленьким, спокойненьким, зелененьким. Но, может быть, и не нужно Латвии быть большим европейским городом. А вот это, друзья, самый необычный переход, находящийся уже на улице Бривибас. Где-то посередине этой улицы. И, смотрите, вот в том направлении, вот там, находился в свое время Рижский вагоностроительный завод. Представляете? Советский Союз гигантский. Весь. Все республики. Казахская Советская Республика. Кыргызская. Азербайджанская. Ездили на электричках именно отсюда. Сейчас пассажиры Уилтсенс закупают электрички в Твери, на Тверском вагоностроительном. Ну, а, собственно, на этой стороне находилась, как вы видите, гигантская фабрика ВЭФ, которая тоже была известна, ну, как минимум, на половину Европы. Весь соцлагерь, весь тот же Советский Союз и немножко социалистический Китай, Вьетнам. Слушали радиоприемники, радиолы. Вот. А сейчас мы спускаемся в этот туннель, который как раз-таки между вагоностроительным и ВЭФом. Заводов этих, конечно, уже нету. И это самый, наверное, неприглядный туннель в стиле такого гетто, классического такого бруклинского гетто с рисунками в стиле французского или, скорее, нью-йорского метрополитена. Хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы он был красивый, но, друзья, наверное, в этом тоже есть особенная какая-то своя красота. А вот тут известная толпа местных граффитистов. Бом! Да, граффити тут, собственно, практически нету. Тут, по большому счету, в основном теги есть. Вот помните эту песню Кулио? Minute at the minute, hour at the hour. Про гангста-парадайз. Ну, вот восприятие этих художников, наверное, вот это и есть гангста-парадайз. Ну, или что-то такое. На самом деле, такое вот, я бы сказал, майданное, персональный майдан в одном рижском туннельном переходе, где нет видеокамер, где нет ничего. И, собственно, мэр Стакис, наверняка, рижский, даже не знает о том, что есть. Вот Марина. Марина хорошая. Марина нарисовала что-то позитивное. Гангста-парадайз. И вот здесь, в этом туннеле, даже здесь можно найти что-то умиротворяющее, хорошее. Смотрите. Надежда важнее, чем человек. Ну, по большому счету, так оно и есть. Философия, видите. Надежда не умирает. Вот еще один туннель в Риге. Он находится среди бывших торговых складов, спикери. Видите, справа дождь, слева дождь. Впереди женщина. Это важно. Вот здесь очень удобный съезд на велосипеде. Ну, и, собственно, вот это выглядит так. То есть люди блокированы дождем. Видите, куча велосипедистов. Вот этот туннель был построен одним вообще из последних, точнее, реконструирован. И вот бывший торговый туннель превратился в такую хорошую, в общем-то, удобную локацию. С той стороны вода. А с этой стороны вы видите, сколько воды. Здесь вообще одна вода. Вот. Это речка Долгова. Это капли дождя. Вот. Сегодня такой день. Здесь железнодорожный мост справа. Слева телебашня. Здание построено оккупантами, видите, с украинским флагом. От истинного телевидения. Телебашня тоже построена в советское время. Вот. Ну, и вот снова возвращаемся в этот туннель. Очень удобный туннель, надо сказать, мой самый любимый. Я им пользуюсь постоянно. Потому что он находится как раз по моему пути. Едешь на велосипеде. И, пожалуй, да, этот туннель буквально в сердце моем, как настоящего велосипедиста. Построено, собственно, на месте разбомбленных нацистами. И вот там шпиль башни Святого Петра, которую сожгли нацисты. И наш последний сюжет из Грозовой Риги. Видите, как прекрасно. О подземном переходе, который находится именно здесь, недалеко отсюда. Рядом с бывшим железнодорожным мостом, ставшим также жертвой Второй мировой войны. Это перекресток улицы. Вот машина проехала 11 ноября и 13 января. Здесь самое большое количество подземных переходов. Их отсюда не видно, но они, поверьте, есть. Сейчас мы вам покажем последний. Эта улица при нацистской оккупации 1942 по 1944 год называлась улицей Оскара фон Гунтиера. Оскар фон Гунтиер! И это тот генерал, который придумал тактику Гунтиера. Тактика Гунтиера заключалась в инфильтрации. То, что сейчас называется и применяет каждая армия. То есть массированный обстрел. Засылка тактических и в том числе диверсионных групп на территорию ближних укрепрайонов противника Вырезания. Ну и, собственно, с тыловой стороны. Оскар фон Гунтиер, который, в честь которого эта улица называлась, 1942 по 1944 год, наступая вот с того, с другого берега, на этот берег, обстрелял Ригу химическими снарядами. То есть иприт, он применялся в Риге. Это едва ли не единственный случай применения химических отравляющих веществ. Данке Шон, генерал. Ну а мы пойдем дальше и посмотрим, что это за подземный переход. И вот снова улица 13 января. Та самая. Поворот на улицу Гоголя. Выход, точнее, из подземного перехода пешеходного. Улицу эту скоро переименуют, несмотря на то, что Гоголь в чем-то украинец. Но, тем не менее, Латвия борется. 78 улиц будут переименованы. И здесь еще один тоннель. Этот пешеходный переход возле торгового центра Орига, вот смотрите, Рига имеет место в романтике. И это же здорово. Самый большой и самый разветвленный. Мы не рассказали вам, что случилось с метро. Рига в 1989 году была почти городом-миллионником. И мэр Риги Альфред Рубикс от Горбачева получил, по сути, предложение стопроцентного без кредитной ставки постройки метро в Риге. И метро должно было быть построено. Здесь, видите, торговое помещение, которое в связи с торговыми центрами, моллами, в Риге уже не востребовано. Это самый большой, самый разветвленный туннель в Риге. Он раньше был почти как охотный ряд. Здесь часто бывают нищие, но, впрочем, как везде, здесь отметились тегами. И вот этот туннель построил, представляете, Стокман, шведский ритейлер. Построил его до Волга, просили, но это было в проекте, который они сюда вносили. Открывал его мэр Риги Айнарс Шлессерс, который сейчас немножко под следствием, но, тем не менее, создал политическую партию, которая называется Латвия на первом месте. Латвия-Перма-Вьета. И, в принципе, это самый современный латвийский туннель, самый протяженный. Но построенный на деньги, опять же, шведского ритейлера. И самый, наверное, востребованный. Раньше люди шли по улице, опасаясь автомобилей. А сейчас, видите, another deal, как говорится. Ну, а метро в Риге не будет никогда. Хорошо это или плохо. Пожалуйста, напишите в комментариях, нужно ли Риге метро. Как вы считаете? Хорошего дня всем и привет от канала Урбанистики. Март-Лайф. Настоящая современная жизнь. Улица Гертруда, сбывшая улица Карла Маркса. Собственно, мой район. Здесь я на нем жил долгое время. Девушки симпатичные. И сразу начинается другая часть. Латгальское предместе. Чуть дальше туда, за железнодорожным, за этим валом, находилось Рижское гетто. И вот один из самых таких интересных туннелей как бы с социокультурной позицией. То есть это как водораздел, условно говоря, между сравнительно белым районом Парижа и воротами Клиням-Кур. Там. Вот. Смотрите, этот туннель расписан в граффити. Месс Акли, Венмер Петзот. Вот. Но в целом, видите, туннель расписан по мотивам Латгальского предместия. Видите, классический чешский трамвайчик. Пусне луджу циту Ригу. Вот. В Риге часто снимается кино, потому что Рига, вот именно вот этот московский форштад, он действительно, как сто лет назад, он просто замер. Очень много такого деревянного строения. Вот. Академия наук, знаменитая сталинская высотка. Церковь католическая. И еще раз, по-моему, сталинская высотка, в которой действительно все идут. Вот. Знаменитая водонапорная башня. В общем, такое красивое, такое граффити современное. Вот этот туннель, он действительно разделяет вот эту часть города, которая, которая уже является Латгальским предместием. вот это Латгальское предместие. И это условно неблагоприятная часть города, маргинальная там и так далее. Хотя здесь есть какие-то плюсики. Смотрите, граффити. Одно из лучших, которое есть, мне кажется, в Риге. И вот такой вот туннель. Он назывался Раздевалка. Я думаю, не надо объяснять, почему он так назывался. Потому что полиция получала вызовы и говорила, ну, это же опять Раздевалка. На этой стороне жили люди, употребляющие разные вещества. Разные и часто, и много. Их уже нет, потому что на этой голе героин убивают быстро. Такие травмальчики еще есть. И тут была такая вот история. Вот с той стороны, откуда я иду, условно из неблагоприятной, условно благоприятную часть. А вот там, откуда я иду, на одной из квартир сидели люди в таком домике. И употребляли. Употребляли дешевый шмурдяк. Поссорились. Слово за слово, как говорится, стаканом по столу. Один взялся за нож и нанес в живот ранение другому. Ну, тот, второй парень, сказал, я себя плохо чувствую, друзья, я пойду домой. Вот, это тоже Рижский центральный рынок. И пошел домой. Пошел домой, дома умер. Нашли его труп. А это было зимой дело. Люди просто прошли полицейские по капелькам крови. Как знаете, как в сказке про мальчика с пальчика. Мальчик с пальчиком бросал. Камушки. А этот бросал, капал к своей кровью. Пришли в эту квартиру, а там до сих пор сидят. Сидят и бухают. Вот. Ну, конечно, их всех задержали. Виновный в убийстве. Он был осужден. И отправился отбывать свое наказание. Места не стали отдаленные. Ну, в общем, добро пожаловать в самый маргинальный. Самый маргинальный туннель города Рига. И так и живем. Это не туннель, который, например, в Москве подземный переход на проспекте мира. Нет. Это не охотный ряд. Это совсем другое, друзья. Сюжеты урбанистики Риги и других городов. Не только кучерявый, рыжий Илья Варламов делает сюжеты об урбанистике. Хорошую урбанину на канале Марк Лайв. Смотрите.